Укрзалезнете запустила первый в Украине скоростной региональный поезд. 20 ноября состоялся тестовый рейс, пассажирами которого стали чиновники и журналисты. Появление такого маршрута стало возможным благодаря подписанию меморандума о совместном финансировании. Ежегодно из измаильского бюджета будет выделяться по 5 миллионов гривен для обслуживания состава. Такой метод софинансирования необходим только на первое время, пока маршрут не наберет популярности. Сегодня подписываем меморандум, который будет прототипом ПСО-контракта, в котором местная власть пойдет на поддержку пассажирских перевозок Укрзалезнете. Для нас, как для Укрзалезнете, это важный шаг. Он дает возможность строить более стабильную, более сбалансированную модель пассажирских перевозок. На маршруте Одесса-Измаил ходит дизель-поезд украинского производства. Его максимальная скорость 140 км в час. Но состояние железной дороги не позволяет развивать скорость больше 100 км в час. В составе экспресса всего три вагона. Общей вместительностью 170 человек. Стоит отметить, что вагоны также оснащены местами для маломобильных граждан. Есть места для колясок с ремнями безопасности и пандусы. Это комфорт, это безопасность, это экология. То есть все те европейские стандарты, которые сегодня закладены в нашей угодке с Европейским Союзом, для того, чтобы мы смогли выполнить все поставленные цели. Чиновники подчеркивают, этот маршрут был открыт не только для комфортного передвижения жителей Одесской области. Дунайский экспресс призван помочь Южной Бессарабии раскрыть туристический потенциал. В пути, в дороге он находится 4 часа 30-4 часа 40. Остановки могут зависеть от сезона. Например, в сезон есть смысл добавлять остановки дополнительные рядом с Затокой, Каролина-Бугас и так далее. Сейчас это основные центры региона. Это Белгород, Днестровский, это Арциз. Вот еще добавили станцию Кулевчи, которое известное такое место для паломников, для туристов. Ну и еще несколько наблюдений от нашей съемочной группы. В составе поезда два вагона 2-го класса и один 1-го с более широкими местами для сидения. Такое распределение вагонов было предусмотрено на заводе. Стоимость билета на Дунайский экспресс будет для всех одинаковая. 189 гривен. Это на 40 гривен дешевле, чем на маршрутке. Правда, чуть дольше ехать. Напомню, что поезд будет отправляться из Одессы каждый день в 19.50. Остановки в том числе в Белгород-Днестровском, Затоке, Сарате, Арцизе. В Измаиле он в пол первого ночи. Около часа поезд отдыхает и отправляется в обратном направлении. В 6.11 утра он уже в Одессе. Игорь Исанко, Герасим Олесеньков, телеканал Репортер.